Добрый день, дети! Сегодня нас с вами ждут увлекательные путешествия и неожиданные встречи. Машина времени, которая есть в умном царстве, в мудром государстве, отправляет нас в доисторический период. Но нам придется повторить звуки. Д. Согласный, звонкий, твердый. Д. Согласный, звонкий, мягкий. Д. Согласный, глухой, твердый. Д. Согласный, глухой, мягкий. И вот машина времени помчала нас в прошлое. Мы с вами оказались в палеозойской эре на 440 миллионов лет назад. Вот какой пейзаж открылся перед нами. Посмотрите, какая красота! Какие кактусы растут! Водичка тут колышется! Вулканы дымятся! Рассмотрим поближе растения. Здесь заросли самых различных кактусов. Это что за кактус? Это, ребята, репсалия допсис. Найдем букву Д в названии этого кактуса. Д в середине, синим цветом, потому что она обозначает твердый, согласный. Какие еще буквы знаете в этом слове? Смотрите. Р, И, П, А, И, О, П, И. Молодцы! А вот еще один вид кактусов. Посмотрите, что же это за такой красивый кактус. Телокактус. Здесь две буквы Т. Первая обозначает звук Т, мягкий. Вторая буква Т, синенькая, обозначает звук Т, твердый. В древности климата был благоприятным для крупных растений. Это пальма. Называется дипсис декари. В начале этих слов буква Д. Это тоже пальма. Называется кладония. В середине этого слова буква Д. А это какой красивый цветок. Называется девонианум. В начале буква Д. Означает мягкий звук Д. А это, ребята, папоротники. Они были самые разнообразные. Этот папоротник называется давалья. Начинается на букву Д. А в слове папоротник мы видим в середине букву Т. А вот еще папоротник. Он называется папоротник диплазиум. В начале стоит буква Д. Перед вами доисторические животные. Кто это такой летит? Это дракон. Начинается на букву Д. А еще какие мы буквы знаем в этом слове? Р, А, О. Молодцы. А это что за змея такая крупная? Титаническая змея. Она называется Титанобоа. Начинается название на букву Т. Обозначает мягкий звук Т. И третья буква, тоже Т, обозначает твердый звук Т. А это, ребята, кто такой с панцирем-то? Это таларур панцирный. У него панцирь, как у черепахи, только с какими-то острыми иголками. Каменными. И вот наш известный динозавр. Начинается на букву Д. Какие буквы мы еще знаем в слове динозавр? И, О, А, Р. Хорошо. Нам пора возвращаться. Но гигантский кактус нас не отпускает. У него на росты словно руки. Хватает нашу машину задерживать. Но мы прибавили скорость и вырвались. Ура! И мы возвращаемся в 21 век. На лоно нашей прекрасной российской природы. Сегодня мы повидали чудные деревья и кустарники. Поэтому наша физкульт-минутка будет называться Деревья и кустарники. Но я буду называть знакомые вам виды деревьев и кустарников. Если я назову кустарник, вы присядете, опустите руки. Если я назову дерево, вы встаньте и поднимите руки вверх. Если будет звучать стихотворение или будет объяснение применения ягод, вы будете выполнять упражнения, которые нам показывают наши помощники. Внимание! Орешник. Кустарник. Присели. Береза. Вот растет. Встали руки вверх. Смородина. Кустарник. Дуб. Дерево. Малина. Кустарник. Ольха. Посмотрите, веточки с листочками и сережками. Это дерево. Ивняк. Это кустарник. Растет то ли рек обычно. Асина. У нее дрожат листочки. Есть такое стихотворение. Почему? Спросила Инна. Целый день дрожит Асина. Знать о зябла над ручьем, в легком платьице своем. Как ее мне, маму, жаль. Дай ей одеяло. Или бабушкину шаль, чтобы не дрожала. Поупражняли? Продолжаем игру. Ива. Плакучие. Веты свешены. Часто с них падают капельки воды. Крыжовник. И это кустарник, правильно. Липа. Дерево. Цвет очень ароматный и полезный от кашля. Калина. Ягоды насыщены витаминами. Клеон. Дерево с разлапистыми листьями. Очень красивыми. Шиповник. Ароматный цвет. И полезные ягоды. Кедр. Это, ребята, хвойное дерево. Ежевика. И это кустарник. Правильно присели. Сосна. Это дерево. И вот мы с вами снова в 21 веке продолжаем занятия. Закрепляем звуки буквы Д и Т. Мы уже знаем, что Д звонки согласны, а Т глухой согласный. И когда мы будем шепотом произносить звук Д, получится Т. А сейчас я буду называть слова, а вы их будете произносить шепотом. И определите, какое новое слово получится. Доска. Посмотрите, здесь у нас досок очень много. Даже сноубордист на доске. Тоска. А вот смайлик у доски не может прибавить к двум-два. И его одолела тоска. Дрон. Летательный беспилотник. Летающий. Летательный аппарат. Дрон. Шептом произносим. Получается трон. Драп. Это такая ткань. Теплая. Шептом произносим. Получается трап. Например, у самолета. Молодцы. А вот прочитаем слово сноубордист. А вернее, найдем в этом слове знакомую букву. О. У. Б. О. Эр. Д. И. Т. Молодцы. А сейчас найдем в словах буквы Д и Т. Дирижабль. Вот, посмотрите, это воздухоплавательный аппарат. Тоже. Вертолет. Значит, в слове дирижабль Д стоит в начале слова. А в слове вертолет Т стоит в середине и в конце. Дрожки. Такие вот они, дружки, раньше использовались. Дорожки. В начале буквы Д. Телега. В начале буквы Т. Дорожка в парке, например. И тропинка в лесу. А вот еще телега. Тоже вот такой вариант телеги. А теперь попробуем составить предложение, например, со словом дорожка. Мы с друзьями прогуливались по дорожке парка. И со словом тропинка. Тропинка ведет вглубь леса. Вы еще можете поупражняться и составить предложение с другими словами. Почитаем слоги с буквами Д и Т. Молодцы. Читаем слова. Это коробочка для упаковки товаров. Дуб. Тура. А, ребята, это шахтная фигура. По-другому называют ладья. Тумба. Посмотрите, котенок нам фокус показывает. Тумба. Дама. Драма. Драма – это печальная история. Трумба. Еще раз читаем. Трумба – это сгусток крови, который очень опасен. Добро должно всегда присутствовать в нашей жизни. И еще трехсложное слово. Табурет. Вот он. Табурет. Трумба – это музыкальный инструмент. Хорошо. А теперь поработаем в карточках. На первой строчке мы пишем большую печатную букву Д. Посмотрите, она высотой в две клеточки и шириной в две клеточки. Сначала мы вот такую пишем перевернутую галочку. И потом внизу вот такую палочку на двух ножках. Обводим то, что здесь написано. А дальше уже пишем сами. Дом, вы знаете, начинается на букву Д. А внизу рисунки. Ладья с веслами, да? Д в середине. Пишем в центральную клеточку Д. Велосипед. Д в конце. Пишем в последнюю клеточку Д. Дуб. Д в начале. Пишем в первую клеточку. Вторая карточка поможет нам писать букву Т. Здесь нарисован тюлень. Начинается на букву Т. Обначает мягкий звук Т. Торт. Тоже на букву Т. Начинается. И в конце букву Т. Обначает твердый звук Т. Посмотрите. В первой линейке мы пишем элементы букву Т. Вертикальная палочка. Потом горизонтальная палочка. Так всю линейку упражняемся. А во второй линейке мы пишем горизонтальные палочки. И с середины каждой горизонтальной палочки мы проводим вниз вертикальную палочку по точкам. Обводим. Вот так у нас получается букву Т, которая очень похожа на молоточек. Да? И в третьей клеточке мы опять же в третьей линейке мы упражняемся писать букву Т. Ну и в конце у нас будет творческое задание. Здесь нарисованы тарелки. Слово тарелка начинается на букву Т. Мы должны придумать какой-то рисунок, узор и раскрасить любимым нашим цветом. А можно даже несколькими цветами раскрасить эти тарелки. И взять эти карточки себе на память. Всего доброго вам. До новых встреч.